Сегодня изучаем, где в Барселоне завтракать. Барселона, Барселона, вива, Барселона! После этого торжественного вступления отправляемся с вами в булочную Белюар. Это такая себе трендовая булочная, находится в квартале Эйшампле. Это очень интересный квартал, красивый, застроенный псевдоисторическими зданиями и домами в стиле модерн. Напоминать немного наши элисейские поля в Париже. У них тут даже есть пассаж и элисейские поля. Так что самое оно в такой булочной позавтракать перед этой прогулкой. Здесь псевдоиндустриальный стиль модный в наше время. Просторный лофт со столиками, где продаются всяческие хлеба и выпечка. Мы-то по нашим французским обычаям только круассаны с утра едим, а каталанте, оказывается, рано утром пьют кофе, а в 10 часов очень даже наворачивают бутербродики. Тут очень вкусные бутерброды делают, но нам в 10 часов бутерброды есть не дано. А каталанцы только так это потребляют, там со всякими ветчинками, помидорками. А вот это кока. Мы в июне в Барселоне и праздник Сан-Жуан, Сан-Хуан, да, Иван Купала. И к нему вот такие как бы солнышки пекут, называется кока. Вот и разница между культурами. Французы взяли круассан, каталанцы, бутербродик. Можно наглядно изучать межкультурную психологию. Я, Кась, примкнула к французской культуре. Слишком долго прожила во Франции, бутербродики с утра не лезут. А после этого завтрака можно пойти в знаменитый дом Ла Педрера, который находится на Пассе-де-Грасе, прямо рядом с этой булочной, и посетить этот замечательный дом, что, собственно, мы и сделали. Поэтому нас сюда и привело. А сейчас переместимся с вами в квартал Саграда Фамилия. Это у нас уже другой день, и мы снова завтракаем. Ку-ку. Привет. Завтракаем. Идет. Вот смотрите, сейчас я вам покажу весь ужас того, как завтракают французы. Сколько лет не живу во Франции, а так никогда к этому и не привыкла. Значит, кофе с круассаном. Что они делают с этим несчастным круассаном? Они берут его и бац, и макают в кофе. Значит, хрустящий, такой нежный круассан, он весь становится такой разлипучий, такой мокрый. На кофе остается масляное пятно, но им это все совершенно пофигу. Это у них действительно в культуре, просто с молоком матери. Они это впитали, по-другому они это есть. Не умеют и будут стоять за это до смерти. Ну вот, к этому я так и не привыкла. Тут у нас еще смуси, смуси, как мы говорим. Довольно вкусно тут, вкусно. И очень эти круассаны в Барселоне, прямо как у нас, даже иногда лучше. Представляете, какой недостаток французского патриотизма вдруг я вам показываю. Это находятся эти кафе, их несколько. На авеню Гауди это такой, ну как бы мы сказали, бульварчик, который идет от Саграды Фамилии дальше. И на нем много-много кафешек, хорошо позавтракать можно в общем везде, под таким вот красивым фонариком. Этот проспект идет от красивого сада, который находится около рождественского фасада собора. Вот такой вот парк, прямо романтичный в английском стиле. Ахох, там и будете размачивать, ну или не размачивать, свои круассанчики. Но кроме круассанчиков здесь ничего нет, учтите. Никакой вам яичницы или сосисок. Все эти вещи на завтрак для жителей латинских стран, которые, как известно, самые красивые и самые вкусные. Это ужас тихий. Ну короче, вот, идем, значит, от площади Саграда Фамилия по этому самому бульварчику, то есть по авеню Гауди, такой он оживленный, по направлению к хоспедали Сан-Паулу. Это больница, построенная в стиле модерн. Я вам еще подробно о ней расскажу. Ну, красивейшее совершенно здание, целый огромный комплекс. Мне хватит на целое большое видео или даже, может, на два. И вот там, не доходя чуть-чуть до этого госпиталя, находится очень интересная булочная еще одна, такая прямо фирменная-префирменная, в которой тоже прекрасно можно позавтракать, если вы собрались посетить этот госпиталь. Вот смотрите, какой там завлекательный интерьерчик. И продаются очень вкусные хлеба, но хлеб, конечно, менее вкусный, чем в Афранции, но не вкусный. А у вас оно так вполне ничего. Хлеб так похуже, но ничего. Гораздо лучше, чем во всяких других местах. Ну и плюшки тоже можно взять всякие. Видите, тут есть на завтрак всякие эти пальмовые листья, какие-то маффины, пирожки с миндалем. И, естественно, поскольку у нас Иван Купала неизбежная кока. Она у нас вот такая сладкая, с сухофруктиками. И вот там вот, видите, справа, это мы потом купили с толченым миндалем на свиных шкварках. Удивительно вкусная вещь. Ну, словом, вот вам про Барселону. Теперь от голода утром не умрете, если поедете. А я продолжу рассказы. Оставайтесь, пожалуйста, со мной. Подписывайтесь на канал и можете заказать экскурсии в любом месте по Франции и ее окрестностям. Координаты для заказа экскурсии вы найдете в описании в видео. Желаю вам приятной поездки в Барселону. И пользуйтесь, пожалуйста, роликами, которые я сняла после своего путешествия и по архитектуре Гауди, и по экскурсиям по городу в целом, и по еде. Да, есть рестораны, кафе. Посмотрите, пожалуйста, плейлист Каталонию. С любовью, Лолик!